Человек, как ты сюда попал? Ну что ж, я Бенди! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И, хоть Бенди and Ink Machine закончилась, пятая глава уже давно вышла, фанаты не дремлят. И фанатское творчество, соответственно, тоже. Бенди Curse Ink Machine. Мне в группу ВК пришла ссылка на эту игру от разработчика. Говорит, поиграй. Новая игра по Бенди. Новую игру по Бенди, как же не заценить, да? Давайте посмотрим, что тут у нас будет. Бенди улыбается, наверное, он в предвкушении. Думает, игра будет хорошая. Сейчас проверим. Вы в полной темноте. В незнакомом месте. Лежите без сознания. Вы не помните, кто вы. Вы не помните, какова ваша цель. С памятью вообще хреново, на самом деле. Но вы помните одно. Чернильная машина. Надеюсь, что нашему главному герою не придется готовиться к каким-нибудь экзаменам, а то он только два слова запомнить может, бедолага. Итак, мы стар... О, смотрите, какой миленький Бенди там, да? Мы стартуем за Фриск, по-моему. Или даже не за Фриск, а вы знаете, вот за Крис из Дельта Руна, мне кажется. Вот, по-моему, больше всего похоже на этого персонажа. Ну, давайте подойдем к картонке. Это картонное изображение Бенди. Ну, разумеется. О, офигеть. Приятного аппетита. Заперто. Так, ну, это... Это как бы, что и требовалось доказать. Если вы видите в какой-либо, любой вообще игре по Бенди дверь с надписью «Выход», вы в нее не пройдете. Это просто, по-моему, да? Так, вот еще банка. Просто банка. Ну, так просто сожри ее, какие проблемы, я не понимаю. О, Бенди. Человек. Серьезно, Бенди сейчас будет разговаривать с нами? Вот это да, Бенди. У тебя голос порязывался. Обычно ты как мудак из-за углов выскакиваешь и начинаешь гнаться. А тут... Как ты сюда попал? Хм. Не разговорчивый, да? Ну что ж. Я Бенди. Ты мне скажешь свое имя? Ты, похоже, совсем не из болтливых. Но я все равно рад встрече. Помимо создателя, я раньше не встречал других людей. Правда, человек, что создал меня, давно исчез. И тем самым мы остались заперты в этом месте. Но похоже ты тот, кто сможет нас освободить. А мне же делать нехер больше. Да, выпустите меня просто отсюда, блин. И все. Я почему-то уверен, что ты сможешь сделать это. Поможешь? Отлично! Не-не-не, сейчас молчание не знак согласия. Я просто немой. Мне в детстве язык отрезали. Ну, чувак, ну... Ну, что ты? Блин. Я буду рядом и помогу тебе в случае чего. Я буду рядом и уперся куда-то. Ты что, охренел, что ли? Ты сказал, что будешь рядом. Где-то здесь должны быть предметы для машины. Активировав машину, ты сможешь использовать свою душу, чтобы избавить это место от проклятий. Оу. Еще и сюда можно. Эй, смотри! Это стойка для перфокарты. Здесь ты можешь сохранить прогресс. Оу, ты хочешь знать, что это значит? Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Это не имеет значения. Давай просто подойди и сохранись. Я как бы знаю, что это значит. Не первый день в компьютерные игры играю, чувак. Отлично! Все эти стойки расположены по всей студии. Но встретить их можно очень редко. Но тебе стоит быть осторожнее. Некоторые мультяшки потеряли контроль над своим разумом. И не только мультяшки. Это еще и ходячие говняшки? Или что? Кто еще? Я не понимаю. Уборщица тетя Клава тут какая-то ходит по студии со шваброй. Тоже потеряла остатки сознания? В общем, они немного поехали головой. Если они увидят здесь живого человека, они попытаются забрать твою душу. Тебе стоит быть предельно внимательным. Ты хочешь знать, зачем им твоя душа? Определенно не для чего-то хорошего. У каждого свои цели. Но постараемся не попадать в лапы к ним. Вообще, вот эти детальки неплохо было бы мне изложить до того, как ты решил, что я буду помогать вам освободиться. О! Медвежонок. Ой, блин! Какой в сраку медвежонок, господи. Бенденок, вот. Да. Так, окей. Это картонное изображение Бенги. Хотя игрушку с плюшевым медвежонком я тоже не отказался бы найти. Чего бы нет. Так, закрыто. Ну, это такая оговорочка, знаете, прям, что называется. Непростая. Дело в том, что у меня... Вообще, медведи это любимые животные, видимо, поэтому. Так, для начала нужно расположить предметы для машины в нужном месте. Что? А выйти-то можно отсюда? Слышь? В нужном месте. А, надо Enter нажать. Понятно. Тут надо именно дверь открыть. Так, окей. Я понял. Давай-ка сюда теперь. О, еще. Сколько я их уже пособирал. За полками находится кнопка. Подойди сюда позже. Ну да, давай. Окей, подойдем позже. Так. Короче, мне нужно... Вот прям по аналогии вот с обычной игрой Bendy and Dead Machine. Просто искать кучу предметов, потом ставить их там на эти пьедестальчики, и все будет зашибись. Так, давай-ка сюда. О, зашибись. Так, Бенди возле параши. Что ты ожидал найти в унитазе? Это просто унитаз. Чернильное говно, блин, я ожидал найти. Какая разница, что... Вообще-то в унитазах бывают ключи в хоррорах, например, прячут. Дверь не открывается и не поддается. Так. Эта дверь заколочена досками. Пи-пи-у! Так, хорошо. Давай тоже. Пи-пи-у! Блин, класс. Сперва нужно подать чернила по трубам. Так. Ага, все. Вот это тоже забираем на всех случаях. Сколько я там предметов-то уже собрал? Наверное, немного, да? Еще, кстати говоря, надо вот там вот наверху побывать. О, дверь заперта. И, похоже, нужно найти ключ. Он должен быть где-то... Да серьезно, что ты говоришь? Ну, ладно, давай мы потом с этим, да? Потому что еще, во-первых, вот, смотрите. Вот это я еще не собрал. Вот это вот еще можно взять. Чернильница, да? Вот зашибись. Это картонное изображение Бенни. Ну, понятно, что тут ничего ты не сделаешь. Ну, здесь тоже, в принципе... Так, давайте-ка сюда пробежимся. А, вот, шестерня. Шестеренка. Хорошо. Что такое? Это экран для проектора. А что он ничего не показывает? Мультик мне гони! Гони мультик мне, падла! Это бобина с намотанной пленкой. Так, ну ладно. Окей, похер. Так, давайте выходить. Тек-тек-тек-тек-тек. Сюда теперь, да? О! А, нет. Это бобина с намотанной пленкой. Бобина. Бобина и бобина, да. Это мне не поможет никак. Бочку возьми! Возьми с собой предмет бочка. А, я не могу туда попасть. Так, окей. Подождите, сколько всего я собрал, сколько мне еще осталось? Я не считал, если честно. Джоуи Дрю. Сегодня мы приняли на работу нового сотрудника. Его имя Шон Джерн. Это уже второй Шон в нашей студии. Он хочет стать еще одним мультипликатором, и я совсем не против. Чем больше людей работает над мультиками, тем лучше. К тому же он хочет разнообразить наше шоу парочкой своих персонажей. В любом случае, я рад новому сотруднику. Книга иллюзия жизни. Так, забираем. Отлично. Go to your dream. А, иди к своей мечте. Понял, понял. Обязательно, обязательно пойду. Моя мечта это шесть предметов. Да, вот сейчас вот я к ним и пойду. Здесь лежат различные вещи для создания мультиков. Так, погодите. А сколько я? Может, я уже все и взял, в принципе. Шесть предметов у меня было или нет? Стопка пыльных книг. В шкафу разные вещи. Полки заполнены пыльными книгами. А он говорил ключ, да? Он говорил ключ там наверху где-то находится. Вот, ну, от верхней двери. То есть, где-то здесь находится. Нужны ключи, да. Вот иди, иди их, блин, взять. Так, погодите. Ладно, давайте пока мы... Пока мы, пока мы, пока мы пройдем вот сюда. Вот. Сейчас будем ставить. Положить чернильницу. Полюшевого Бенди. Иллюзия жизни. Так. Шестерня еще. А, вот что-то еще одно, наверное, мне осталось, да? У вас нет предмета. Так, что мне осталось? Гаечный ключ мне остался, походу. Гаечный ключ в оригинальной Бенди и Дэнк Машин был в груди у Бориса. Но здесь нет Бориса. Твою мать, какого хера? Здесь же нет Бориса. Выдайте мне кто-нибудь Бориса. Где гаечный ключ, где его искать? Ишь охереть можно. Я сейчас буду бегать. Вот как и назло вот это бывает, да один сраный предмет. Остается ты, как дурак, сломя голову, носишься, блин, по всей округе, чтобы его один найти. Это несправедливо, это нечестно вообще. И, кстати говоря, может еще такое быть, что этот гаечный ключ... Так, ну-ка, погодите. Пройтись до пози, да. Полки забиты супом с беконом. Так, может быть такая херня, что надо найти ключ вначале, потом пойти наверх, а там уже где-то будет гаечный ключ, понимаете? Чтобы найти один ключ, нужно найти еще другой ключ, да. Ключи! Блин, они на полу лежат! Я тут что-то кусок говна, этот ключи, это, оказывается, понятно? Вот это, вот это пиздюлинка мелкая на полу, это ключи! Ну, блин, они даже не спрятаны, я такого просто не ожидал. Охереть! Так, а вот и Борис. Все, вот там гаечный ключ, значит, будет по-любому, наверное. Борис, что же с тобой тут делали? Эх, ты еще маленький, тебе лучше не знать. Прости, Борис, мне жаль, что меня не было рядом. Прости, Борис. Мне жаль, что я не посмотрел на это. Вот я и взял, да. Пришло время веселиться. Очень весело, да. Ой, как весело. В шкафчиках лежат различные ненужные для вас вещи. Да. Can't be erased. GT Machinima какие-то. Ты не можешь... Ты ничего не можешь. Вот так вот. Ты ничего не можешь. Представляете себе, как... Да, вот туда я пройти точно не могу. Ну, ладно, печально. Хорошо. Раз такое дело, раз я ничего не могу. Давайте сделаем то немногое, что я еще в состоянии, да, своими культяпками-то совершить. Поставим этот гребаный гаечный ключ вот сюда, да. И все, и запускаем. Запускаем. Сперва нужно подать чернил. А, да, смотрите. Сейчас как там? Сейчас мы бежим, получается, в сторону. Перебегаем, по-моему, если я ничего не путаю, да. Давай, 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 давай. Вот так вот так вот. Блин, какая сволочь тут дыр в полу наделала. Вообще, как несовестно людям. Так, нет, не сюда. Следующая, значит, дверь. По-моему, в следующей двери нужно подавать чернил. Да, вот, пожалуйста. Все. Ну и что? Подали, да? И теперь обратно. Ну, конечно. Это просто, знаете, симулятор похудения, блин. Побегай туда, побегай сюда. Ну, нормально, нормально. Все правильно. Все так и должно быть. В принципе, в лучших традициях Бенди. Бенди тоже во многом был симулятором похудения. Особенно в третьей мать его голове. Господи Иисусе. Все, подали. Ну, ты похвали меня, что ли, а? Нет, молчит, падал. Так, хорошо. Слышь, а где этот наш главный герой? Пусть он мне скажет, что я правильно вообще все делаю или нет. Еще, кстати говоря, кнопки всякие были в полках там, я помню. Вот сейчас вот посмотрим. Кнопки в полках, я точно помню. Вот здесь вот, кажется. Да-да-да, вот, смотрите. Вот это вот. За полками кнопка. Подойди сюда. А, позже подойди. Ну, ладно. Так, подождите, я чернилу-то подал. Что теперь? А, теперь мне надо, я так понимаю, саму чернильную машину запускать, как бы, да? Или что? Вот-вот сюда вот, наверное, идти наверх, да? О, пожалуйста. Я был прав. Постой. Не уходи без меня. Ну, правильно, что у тебя с этим трупом тут сидеть-то скучно, что надо? Все, мы уже с Бенди тусим. Чернильная машина. Чернильная машина. Как страшно. Сейчас она нас просто облюет своим чернилами, наверное. Пока машина работает, ты можешь использовать свою душу. Тогда ты сможешь избавить нас от проклятия. Идем. Мне кажется, он так жизнерадостно все говорит. Обычно он жизнерадостно пытался меня на тряпки порвать. А тут... Что, сыгодно, да? Какое-то черное говно там разливается. Нет. Мы зашли так далеко. О, блин. Нет. Слушайте, это, короче, добрый Бенди и злой Бенди, да? Понятно. Что? Ой. А как же мой добрый Бендик? Он выжил? Вы очнулись в пустой комнате. Девачев пустой. Посмотри, какой импозантный молодой человек тут стоит. Бенди поблизости не было. Ну, значит, ты... Какой же пустой? Ты тут со мной, правильно? Картонное изображение Бенди, да. В шкафчиках лежат различные ненужные для вас вещи. Ну, ладно. Побе... Привет, Рожа. Curse Ink Machine. Проклятая чернильная машина. А чё, кстати, прикольно было реально. То есть, мне прям понравилось. Конец. Первая часть. Давай надпись Бенди вернётся. Давай. Бенди вернётся. Бенди will return. Давай. Бенди вернётся. Оригинальная игра Бенди и неги. Это мы догадались, да. Бенди вернётся. Ай, а... Ну чё, будет Бенди вернётся или нет? Походу, нет. Создатель Дмитрия. Обожаю этого чувака. Да, я, кстати, тоже реально крутой чувак. И композитор охерительный. И... Придумщик, да, выдумщик всяких оригинальных идей. Создательница этой фан-игры Fancy Price. Так, знакомая, подождите. Я во что-то играл уже от Fancy Price. Очень знакомый никнейм. На создание игры меня вдохновила другая фан-игра. Бенди и неги. Машин Рейс История. Это, кстати, заметно. Да, есть некоторые параллели, схожести. Ну, как минимум, на том же движке сделано. RPG Maker. Или как оно называется? Музыка и звуки использовались из оригинальной игры. Ну, оно и... Оно и понятно. Особой благодарности всем моим любимым подписчикам группы. И самое главное, благодарю вас, игроки. В особ... Ееееееееееееее! Это я! Это я! Который, действительно, вдохновляет своими прохождениями, мотивирует создавать игры. Да, не за что. Я только рад вдохновлять. Я абсолютно не против. Тем более, что я-то ничего такого не делаю. Я просто в них играю. А вот создать игру, это уже... Это уже работа. Так что, молодец. Первая игра вышла очень коротковато. Ну, последующий постараюсь сделать подлинней. Да, нормальная вышла, в принципе. Ну, как бы, подлинней это всегда хорошо. Но, в принципе, она... А не то, что прям короткая-короткая. Я... Я и покороче видал, на самом деле. Как странно эта фраза от парня звучит. Я и покороче видал. Я имею в виду, что бывали у меня игры, которые вообще пять минут длится. И ничего. Так-так-так. Я чувствую душу маленькой беспомощной овечки. Он идет сюда. Что ж. Настало время для веселья. Настало время для веселья. Через какое-то время, да? Когда выйдет вторая часть. Ну, окей. Такая вот. Такой вот у нас новый Бенди. Фанатский. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик. Падла. Каждый раз, когда прощаешься, так и хочется. Жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании. Твою мать. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.